Здравствуйте! 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 первый раз поучаствовал в качестве волонтера. Было очень даже занимательно, интересно. Хорошо. Надо сказать, что у нас 62 волонтера всего принимало участие. Выезжало обычно порядка 20, максимум 29 человек ездило на один из фестивалей. Но в целом порядка 20 человек. И этого собственно было всегда достаточно, но не было лишних, потому что очень насыщенная была программа и помимо участия непосредственно в работе с детьми и со взрослыми, еще надо было стоять у контейнеров, инструктировать жителей, как правильно, что в контейнер этот нельзя бросать какой попало мусор, а только, соответственно, вторсырье, пластик или алюминий. И отходить от контейнера здесь было нельзя, потому что, к сожалению, еще у нас жители слабо информированы о том, что есть раздельные контейнеры. Несмотря на то, что давно уже вроде бы программа это проходит, и во дворах контейнеры есть, тем не менее, надо было следить за ними. Но, что интересно, вот по первому фестивалю, по крыльям Пармы, где было больше 20 тысяч участников фестиваля, если в начале в эти контейнеры приходилось вот прямо людей, скажем так, отгонять и говорить, что сюда значит только алюминий, сюда пластик, а сюда мусор, то есть они рядом стояли, контейнеры специально, то к концу фестиваля уже благодаря работе и волонтеров, и ведущую, который объявлял, что такая акция проходит, то есть в конце прям жители сознательно искали, куда это вторсырье сдать и очень так активно, именно правильно его уже сдавали. Вот, Валера, скажи, а что тебя еще привлекло помимо желания в такой акции участвовать, то есть какие-то бонусы? Ну, первое, это моральный бонус. Я в волонтере уже, наверное, года три и за это время замечал, что на фестивалях, ну, действительно, после фестиваля остается очень много мусора и надо как-либо учить людей, что все-таки у нас есть контейнеры специальные и в этом году, кстати, спасибо вам, действительно было очень много контейнеров, куда люди могли спокойно положить мусор и более того его даже рассортировать. Также я видел, как многие впервые видели, это было удивительно, но они впервые видели, что есть маркировка на разных пакетах, что мусор, оказывается, не скидывают в одну корзину, а его можно разделять. Есть какие-то, кроме моральных, ну, сложно сказать, больше... Кормили вкусно? О, кормили вкусно, да, это точно. Да, вот тоже хотел отметить, что, конечно, мы старались, помимо материального, морального удовлетворения, все-таки обеспечивать и волонтерам, ну, и организаторам условия для нормальной работы, то есть, помимо экипировки, проезда, вот кому-то было просто в край приехать на фестиваль, собственно, приехать и уехать, бесплатно, это уже было, наверное, стимулом. Да? Вот. И, кроме того, мы, конечно, кормили, то есть, не один раз, там, да, двух и даже, где-то и трехразовое питание было организовано, ну, благодаря поддержке фонда, конечно, президентских грантов. Вот. А помимо, вот, то, что ты сказал про контейнеры, это, конечно, благодаря нашим партнерам, то есть, с самого начала мы запартнерились с ООО Буматика и Пермакулатурой, и они, собственно, обеспечивали снабжение нас вот этими контейнерами, вывозом, ну, привозом их на фестивали и вывозом их, и что тоже очень приятно в удаленных местах, то есть, в Перми, понятно, у нас много, да, есть организации, которыми занимаются сбором торсырья, но также в Крае такие организации есть, то есть, в Кунгуре, например, нам помогал местный предприниматель, также организовывать сбор и вывоз торсырья, а в Лысье, опять же, Буматика договорилась с местными, вот, предпринимателей, которые могли тоже нам помочь, да, то есть, это, конечно, было очень важно, потому что людям очень важно видеть, что результат их труда, вот, он не пропадает, как бы, куда-то, их труд, а именно становится таким значимым результатом, вкладом, то есть, конкретно торсырье отправляется на переработку, это, конечно, очень важно видеть и волонтерам, и просто, значит, гражданам, которые участвуют, вот, и здесь тоже такую важную роль, ну, не для волонтеров, наверное, для участников, то, что в акции были призы очень хорошие, то есть, вот, это вот, это я помню, да, вот, ну, была возможность и волонтерам потом, да, тоже получить. Ну, у нас, мы ведь, как волонтеры, не только торжественные праздники, иногда мы встречались, пересекались и в рамках других фестивалей, и тогда мы тоже были уже в качестве участников, тоже помогали, и, да, мы получали призы. Да, вот, отложители, очень интересный такой момент, да, вот, приходили, конечно, наша акция, она все-таки, в первую очередь, на детей была направлена, потому что через детей лучше всего заходит, сбору вторсырья. И родители, особенно отцы, они часто останавливались и говорили, ну, что это такое, вот, пусть там ребенок поучаствует, а мне это как бы неинтересно. Но когда они вдруг замечали, что за данное вторсырье и за вот это прохождение такого экологического ликбеза, да, по раздельному сбору, можно получить, например, палатку, да, или какую-то бутылку хорошую от фирмы Декатлон, то они вдруг говорили, я тоже хочу участвовать, и начинали играть в эти, вроде бы, детские игры, видел, да, то есть, это я помню, да, то есть, реально подходили как дети, так и взрослые, и взрослые также активно принимали участие, так же, как и дети, то есть, это надо было видеть, это было весело. Да, ну, кто, кстати, хочет посмотреть, у нас сейчас в группе ВКонтакте Общества охраны природы Пермь, размещены эти ролики, вот, они на Ютубе находятся, но через группу можно их посмотреть, как раз там самые яркие моменты с фестивалей, там представлены, видно, как это было на самом деле, то есть, какие очереди выстраивались там к шатру, как за колбасой, там, 90-е, не знаю, вот, и очень, конечно, это все было интересно, весело, один из факторов, это то, что это было бесплатно, и наоборот, можно было получить, да, а на фестивалях часто работали платные, ну, различные там и продукты питания, и подарки, то есть, они были платные, а у нас все было бесплатно, вот, это было, конечно, очень здорово, вот, интересно было то, что люди, которые отвечали за уборку на фестивалях, они очень быстро ориентировались, что теперь они могут, вот, не просто это сдавать за свою зарплату, они могут это принести нам, это второе средство, и получить за это еще и приз, и вот эти взрослые мужчины, да, они собирали мешки мусора и не несли его уже в общий контейнер, как им было предписано, да, по их обязанностям, а приносили к нам в наш арт-объект ловец мусора, изготовленный, кстати, по эскизу Александра Жунева, вот, и они скидывали, сдавали в этот ловец бутылки, и потом пришли выбирать себе призы, и были очень рады, что им вот так вот повезло. Я думаю, они совмещали приятное с полезным, и считаю, это даже лучше, ведь, либо они выбросят мусор в общую корзину, где его, ну, потребуется, либо дополнительная сортировка, либо вообще не будет сортироваться, либо они сделают, сразу же соберут конкретно пластик, например, в контейнер, то есть соберут мусор отдельно и принесут пользу и себе получат пользу. Да, ну вот, вот когда сочетается общая такая идейная польза с конкретной материальной пользой для человека, да, это вот всегда заходит гораздо лучше. У нас, кстати, с 1 декабря, если все пойдет по плану, в городе откроются еще, то есть и сейчас есть платные пункты приема вторсырья в городе, но их не так много, но откроются еще дополнительно платные пункты приема вторсырья от буматики, практически в каждом районе они будут представлены и теперь, вот как старое доброе советское время, да, в котором я вырос, когда мы сдавали бутылки, да, и получали за это копейки на мороженое, которое хватало. Сейчас, в принципе, дети точно так же смогут приносить в эти пункты приема вторсырье и получать себе небольшую денежку, только карманную, которую могут тратить уже там на свои желания, вот. Это очень хорошо, я считаю, такая практика. Согласен. Вот я позволю себе вступить в разговор, вот я вам давал, так сказать, сверхзадачу перед началом эфира, что вы свое сообщество представили, да, волонтеры с Пермь, которые у нас уже бывали, да, Валерий сегодня в первый раз у нас, но были другие мальчики и девочки, юноши и девушки. Вот, Юрий, на каких условиях, что ли, ваше сотрудничество идет с тем же волонтером с Пермь? Понятно, что вы получаете гранты от президента или от края или от города, да, и вот вы их кормите там, да, вот, как бы этих ребят, но они-то идут вот ради идеи или вот чтобы просто потусоваться? Когда вот в предыдущих эфирах я спрашивал их, они говорят, что, ну, у нас там просто интересная жизнь социальная, да, то есть мальчики и девочки знакомятся между собой вот на почве совместных идей, что ли, да, а вы вот их еще и кормите, да, благодаря, получается, целое идеальное, как бы, государство. А взаимоотношения волонтерских сообществ и расскажите и вашей организации? Ну, на самом деле сообщество волонтеров с Перима, которое Егор Демидов возглавляет, да, оно уже, как известно, не принадлежит какой-то там, скажем, узаконенной группе, то есть оно независимо, самостоятельно, тем оно, собственно, и хорошо, да, и поэтому, когда мы с Егором познакомились и обменялись своими, так сказать, взглядами на жизнь, на будущее, на ситуацию в Перском крае, то мы пришли к тому, что мы будем сотрудничать и вот, собственно, на добровольных началах сейчас ребята к нам и добавляются, в том числе в нашу группу, в наши беседы, где мы выкладываем информацию о текущих проектах и зовем их участвовать в этих проектах, то есть, на самом деле, помимо разделяя, ребята участвовали во многих других наших акциях, которые в этом году проходили, и, конечно, по наблюдениям, то есть, когда мы смотрим, как они, зачем приезжают, мы видим, что, да, есть, наверное, две таких категории крупных, это действительно те, кто идет, за идею, вот им просто надоело быть какими-то наблюдателями сторонними, они хотят реально включаться в то, чтобы наш Пермский край становился лучше в разных направлениях, в том числе, вот, в экологическом направлении, и им не так важно поесть там где-то и потусоваться, как именно сделать ту работу, от которую мы от них, скажем, требуем, да, и они потом нас после какого-то мероприятия не бросают, а интересуются, что же будет дальше и хотят дальше сотрудничать, но есть группа тех ребят, которые приезжают, да, им больше, скажем, хочется потусить, повеселиться, потому что это действительно здорово, приехать бесплатно на фестиваль, да, не стоять там где-то в очередях, а приехать на автобусе и покушать, и это весело, празднично, вот, но тем не менее они честно, скажем, отрабатывают свою еду, да, экипировку, вот, но понятно, что мотивы их может быть не такие, дело в том, что там ведь есть и совсем молодые, да, то есть там 15-летние, допустим, ребята есть, кто постарше, там, за 20, и есть и совсем, я не скажу старые, но уже там есть люди с детьми, которые как раз ездят для того, чтобы показать детям, что в жизни не все определяется там деньгами и какими-то там работами, а именно вот... А вот у Валерия спросим, Валерий, вот вы тоже волонтер в Сперме, да, вы там активист, получается? Да, я активист. Вот, а вам сейчас сколько лет? 25. Уже 25, да, то есть на вид-то выглядит гораздо малыш, я хотел как раз спросить, а тогда чем вы зарабатываете, что волонтеры, обычно они же деньги не зарабатывают, они только время проводят весело и делают какое-то полезное дело? Ну, я работаю в компании Артелеком, я там работаю программистом, ну и в свободное время как раз-таки занимаюсь волонтерством. Ну, чаще всего получается так, что все организации, все мероприятия у нас проходят по выходным, то есть у меня выходные свободны, когда свободны выходные и есть какое-то мероприятие, то я записываюсь туда. Потому что, насколько я знаю, вот сами руководители волонтеровского общества, они все-таки тоже существуют на грант, потому что, как работа, менеджерская должна оплачиваться, а рядовые волонтеры, они все, в лучшем случае, за еду работают, да? Ну, я тут не могу точно сказать, для меня большой секрет, как организаторы волонтерсперм зарабатывают деньги, но да, то есть мы, как волонтеры, мы, я бы не сказал, что за еду, это как-то звучит странно, мы работаем за идеи, мы волонтерим, мы волонтерим, буду говорить за себя, я волонтерю ради удовольствия, то есть съездить куда-нибудь, ради миссии, да? Ради миссии, У нас же много бывает, десятки буквально, если мы уже, наверное, около сотни, да, разных организаций, связанных с благотворительностью, с волонтерской деятельностью, да? Мы всегда спрашиваем про деньги, потому что интересно, потому что, в принципе, на Западе, вот все это, это вполне себе хорошая, как бы, социальная профессия, что ли, собранные руководители, да? Вот, да, там взрослые тоже много, волонтеры бесплатно, да? Вот, а хочется знать полезные модели, как можно сейчас вот устраивать эти вот все, как бы, что ли, такие волонтерские сети, да, вот, или взаимоотношения разных организаций, вообще государственное волонтерское партнерство и так далее. Юрий, к вам вопрос сейчас. Как вы выстраиваете так, чтобы, например, у вас не хватает денег от дранков, чтобы там были призы, там, я не знаю, что-то от коммерческой организации. Как вы к ним приходите, что предлагаете, почему они участвуют? Какие-то большие предприятия, когда нужно вот их вызвать на призы, или, я не знаю, там, на участие их работников, в ваших акциях? Ну, смотрите, с прошлого года, я являюсь, да, председателем вот этой организации общественной, Российское общество охраны природы, и я, собственно, начал с прошлого года выстраивать вот эти отношения с коммерческими организациями по принципу взаимной выгоды, то есть, я не прошу, там, денег на какую-то идею, на что-то, да, я понимаю, что, возможно, там, человек эту идею и не разделяет, скажем, вот, и в данном случае я его могу понять, потому что я тоже занимался и бизнесом, да, и представляю, как работают чиновники, ученые, то есть, разные категории, я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество, если человеку нужно, чтобы его организацию узнали, вот, в контексте, да, защиты, там, экологии, либо, вот, в год добровольца помощи, опять же, волонтерам, да, то есть, быть в тренде, что называется, если компанию, руководитель это устраивает, ему хочется получить такие бонусы, да, социальные, скажем, для организации, то мы договариваемся, я получаю, там, призы и какие-то средства, да, а они получаются. Кого вы можете назвать уже успешно, такое партнерство? вот, например, конкретно по разделяю праздную, мы сотрудничали с компанией Киты Еды, вот, известная такая в городе компания, которая была предложена, вот, собственно, помочь в год добровольца на таких вот масштабных фестивалях, покормить волонтеров, потому что бюджет гранта не предусматривал, вот, трехразовое питание, скажем, нам не хватало просто, и для того количества заявившихся, то есть, либо нам надо было говорить волонтерам, нет, вас столько не надо, мы не потянем, либо искать дополнительный ресурс, обижать людей, которые, тем более, пришли за идею работать, не хотелось, поэтому я договорился с Китами Еды, и они дополнительное питание предоставляют. Ну и сколько получилось покормить людей? Десятки, сотни? Волонтеров-то имеется в виду, ну, вот около сотни получается. Ну, довольно много для, это большая сеть вообще Кит Эды? Я, честно говоря, не вникал в их состояние, насколько они широко там распространены, да, то есть, я знаю, что они представлены, вот, в крупнейших магазинах, там, в семье они представлены, да, вот. Просто мы знаем, насколько сейчас рестораны все закрываются, и все вот торговые точки, просто не выдерживают сейчас, ведь денег меньше стало людей, и, то есть, это... Ну, это да, это один из факторов, что сейчас менее охотно, скажем, идут компании на поддержку, какую-то, особенно, что касается финансов, допустим, то есть, живыми деньгами, мало кто вообще может чего-то, да, дать, но, тем не менее, есть, я бы сказал, здесь больше в сфере все-таки мелкого и среднего бизнеса, то есть, крупная, как раз сейчас, крупный бизнес, он неохотно идет на какую-то такую помощь, то есть, у них есть свои программы грантовые, там, типа, Лукойла, да, и Сибура, например, и они, собственно, сами там реализуют какие-то свои добрые дела. А вот эта, двуматик, насколько понимает, в принципе, это нормальный бизнес, когда переработка мусора, и он деньги это приносит. Какие у вас с ними отношения? На какой основе? Ну, у нас с ними партнерские отношения, то есть, им выгодно одновременно забирать там мусор, который мы собирали, как вот на этом проекте, разделяя и празднуя, так и при проведении чистых игр, где собирается раздельно мусор. Им это выгодно, с одной стороны, а с другой, они знают, что помимо конкретного автора сырья, они получат хорошую рекламу в соцсетях. А поскольку они себя позиционируют, как социально ответственный бизнес в крае, то есть, они в этом смысле продвигают свою компанию, то есть, им дополнительно как раз реклама вот не помешает. Просто есть компании, которым реклама особо не нужна, они там делают свое дело и достаточно довольны как бы этим. А вот, кстати, интересно, у нас бывали общественники, которые вот уже хотят сделать вполне себе коммерческий бизнес по переработке мусора. То есть, они говорят, что в принципе поляна-то, не то, что она занята, она наоборот свободна. Только есть как бы несколько больших игроков, а маленьких нет. Насколько, Юрий, вот хватит места там всем, чтобы подзаработать на переработке мусора? Я просто этой темой глубоко не интересовался, не знаю, есть ли там. Ну, сейчас, то есть, я, конечно, не могу сказать прямо вот тоже, да, настолько ответственно, поскольку я не вращаюсь в бизнес-сообществах, там, связанных со вторсырьем, но чисто по общим, да, выкладкам того, что творится в сфере экологии сейчас в стране, да, можно предположить, что да, что многие ниши, в том числе это, наверняка, еще емкости позволяют, да, новым игрокам здесь включаться. Потому что, ну, вот, насколько я знаю по статистике, тот объем, произведенный автор сырья, который люди, значит, потребляют, да, в Перском крае, на переработку идет очень маленький процент, буквально там, 3-4 процента, по-моему, от всего уходит на переработку, а значит, все остальное, вот, для всего остального есть возможность, да, новым игрокам включаться и как-то его у населения просто вот пока вот мы, ну, по сути, мы являемся на уровне какой-то, ну, вполне себе средней африканской страны по развитию вот этой темы экологической. Вот сейчас Билл Гейтс придумал за несколько сотен миллионов долларов туалет, который работает без воды, без смыва, да, вот он будет его, видимо, поставлять в африканские страны, и, значит, я, когда делаю живые новости, видеообзор, да, еженедельно, я эту тему отслеживаю и смотрю, что вообще во всем мире тема переработки, изготовления из, как бы, новых каких-то вещей, из переработанных, да, она прямо очень развита, да, ну, из последних, там, куча проектов шикарных, например, из пластика, который переработать очень трудно, да, делают сейчас дороги в Голландии, да, будут делать, там, из, значит, продуктов, жизнедеятельность человека, будут делать, тоже, как бы, это спокойно можно перерабатывать и делать там какие-то твердые вещи, что ли, да, вот, то есть, наука развивается так быстро, что западные страны, ну, именно этим заняты, а мы, к сожалению, вот у нас, мы все думаем о том, как бы нам избавиться, ну, для тех, кто этим интересуется, от нашего режима политического несправедливого, я-то вижу, что ваши волонтеры этой темой не интересуются, или есть те, которые и ходят к навальновцам и к вам, мне это интересно, кстати, да, экологии и политический активизм, они связаны? Ну, честно говоря, под Москвой-то, да, мы знаем, да, помните, там, мусорные заводы, там, все еще идут всякие, значит, политические демонстрации, увольняют мэра, который поддерживал там, или там, главу района и так далее, то есть, у нас с Перми как-то это все отдельно, навальновцы отдельно, а вы отдельно. Можно тогда слово вставить? Ну? По поводу политики и помощи природе, на самом деле, каждый человек волен сам выбирать для себя, у нас нет такого у сообщества, чтобы мы были привязаны к какой-то именно либо политической партии, либо наоборот, оппозиционерам, в этом плане мы просто как сообщество мы набираем ребят, тех, которые именно интересуются природой, кто интересуется помощью животным, интересуется помощью детьми, помощью детям, прошу прощения. Ну вот, к сожалению, я, Валерий, сейчас вы продолжите, я просто хочу сказать, что вот, когда смотришь на уровень развития этих африканских стран, мы примерно, сейчас на уровне, мы сейчас находимся на уровне, там, 70-80-е места мира по уровню жизни, это в принципе хорошо развитая африканская страна, то есть мы не европейская страна, мы именно по уровню жизни вот такая, и там, когда у власти вот эти военные хунты, то экологией заниматься можно, но это как бы, как бы сказать, это внешняя некая такая, да, вот, сути не изменит, потому что когда режим несправедливый, то он вот все за собой влечет, с другой стороны, да, а что делать, мы же не можем себе сложить руки, правильно, и люди, которые с европейским, что ли, мышлением, или просто с гуманитарным, да, гуманистическим, они должны как-то, какой-то смысл жизни искать, и приходится даже, вот, да, при таком, живя африканском режиме, думать про экологию, я за, я не против, я за Юрий. Я думаю все-таки, что очень сильное сравнение, что... Вы сильное, я-то, может быть, вы этим не интересуетесь, я все эти цифры сравнения уровня жизни, я смотрю, и мы не должны себя обманывать, что сейчас мы так упали, вот когда-нибудь, может быть, мы подрастем, но пока вот нас обогнали многие пост, как бы, со стороны бывшего Советского Союза, ну, в первую очередь, конечно же, Прибалтика, это понятно, да, но и Казахстан нас обогнал по некоторым вопросам, ну, и, не знаю, как бы, да, вот, даже Белоруссия, которая живет за наш счет, по идее, но вот тоже обогнала, ну. Но мы при этом видим цель, мы идем туда, получается, чтобы перерабатывать мусор, на самом деле, за ближайший хотя бы год я увидел, насколько действительно у нас занимается переработка мусора, то есть, я даже не знал, что у нас есть такие организации, если честно, которые, буматика, например. Ну, это для многих было, да, откровением, что они вообще есть. Да, у нас в большинстве, в большинстве случаев, просто народ не знает, народ не осведомлен. Вот, я думаю, именно для этого и требуются такое вот, такие мероприятия, такие фестивали, чтобы сами... А, все-таки, Валерий, вот ваши волонтеры с ними же общались, да, которые там 15-20-летние, они вот, мы знаем, что у нас таких сейчас десятки, если не сотни подростков, которые, вот, условно говоря, навальновцы, да, они там участвовали в ваших акциях или нет, вот с такими взглядами, молодыми людьми. Так, ну, если честно, Или вы не спрашивали? Да, я, во-первых, не спрашивал, и самое главное, все-таки, если есть такие люди, которые, ну, действительно, там, как-то пропагандируются Навального или какие-то другие оппозиционные партии, ну, их очень малое количество, ну, и это, опять же, их выбор. На самом деле, мы, как волонтеры, больше аполитичны. Мы не привязываемся... Так, мы должны заканчивать, вот о чем я еще вас не спросил. Ну, вот, кстати, я спросил про взаимоотношения с волонтерами, с коммерческими организациями, а с государством? То есть, вы довольны, да, зарплата у вас идет от президентских грантов, далее, от чего она у вас? Государственная зарплата? Я так могу сказать по отношению с государственными органами, то есть, я раньше, да, как это было настроено, раньше было, собственно, вот эти общественные организации, самые, скажем, основные, они как раз финансировались государством, да, сейчас государство нам все сказало делать только по грантам, да, то есть, такой программы поддержки вот общественных организаций. Ну, понял, гранты пока дают. Я вообще, к чему спрашиваю, если вы там, типа, скажете, вы пойдете, не знаю, там, на оппозиционный митинг, вас снимут за это или нет? А меня, к сожалению, или к счастью, наверное, к счастью, неоткуда снимать, по той простой причине, что я нигде не устроен, да, то есть, в этом смысле мы являемся независимой организацией, потому что единственное, от чего мы получаем деньги сейчас, это гранты, либо пожертвования, там, от частных лиц. Нет, ну, гранты, это получается, какой статус, юридическая общественная организация региональная получается, да, у вас? Да. Ну, вот, вполне можно вас снять с председателей. можно включить, нет, с председателями я могу снять только конференции, а конференция состоит из, собственно, членов нашей организации. Всероссийских. Почему? Наших краевых. Краевых. Да, вот. Снять меня нельзя, меня можно нести, А краевые гранты там дают вам все еще? Да, что знаю, то есть для меня общественная организация это не одно сплошное поле, это вот столько много градаций всяких, к сожалению, большая часть, которые очень удобно устроились, получают гранты краевые или городские, и, соответственно, конечно, они пикнуть не могут, потому что одно свободное слово и никаких грантов больше не получишь. Вот так все устроено, грустно, к сожалению, но Юрий улыбается. Я вполне понимаю, как это функционирует, просто. Да, в данном случае я тоже не поддерживаю политических отношений. К счастью или к сожалению, может быть у нас экология, видите, с политикой не связана, и пока можно работать, слава богу. Как-то так, да. Спасибо вам, приводите еще волонтеров. Валерий, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok